Мало кто не слышал о проекте крупнейшей трансбалтийской магистрали Рейл Балтика. Проект масштабный, одна только его стоимость поражает воображение. Более миллиарда трехсот миллионов евро будет все это дело стоить. Однако инициаторы проекта столкнулись с неожиданным противостоянием со стороны зеленых. Они считают, что проект трассы надо пересмотреть. Все подробности в нашей экологической рубрике. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск об актуальных событиях в зеленой среде Эстонии. Мало кто в нашей стране не слышал о железнодорожном проекте Рейл Балтик, который призван соединить Таллинн и Варшаву. Первый поезд по предварительным планам пройдет по новой железной дороге в 2025 году. Ну а до тех пор проект планируют и согласуют. И вот как раз согласование идет негладко. Зеленые Эстонии объявили сбор подписей под петицией против принятия проекта Рейл Балтик в его нынешнем виде. У зеленых есть претензии по рентабельности проекта и его низкой пользы для населения в случае, если он пройдет по нынешнему маршруту. Ну а нашу рубрику больше всего интересуют аргументы в защиту природы. Во-первых, по мнению Зеленых Эстонии, на постройку новой железнодорожной линии пойдут несоизмеримые для Эстонии природные ресурсы. Рейл Балтик нуждается в огромных ресурсах. Песка, щепени и так далее. То есть это огромное количество. На самом деле говорят о том, что в принципе все сейчас ископаемое количество, это все в течение 10 лет идет только на строительство Рейл Балтика. Другой аргумент касается лесной живности, для которой железной дорогой отрезается обширный ареал существования. И как показала практика, специальные экодукты на магистральных и железных дорогах не являются эффективными в решении проблемы миграции животных. Человек не может передвигаться. Ну ладно, человек там найдет этот мостик или туннель и так далее. Но, скажем, лось этот экодукт не находит на самом деле. Как это ни странно, на Талин-Тарту-Манте стоит экодукт, ни один лось еще через этот экодукт не перешел. Изучить возможности для решения проблем, связанных с лесной фауной, могли бы зоологи. Однако, по неизвестным причинам, руководство проекта не предоставило экспертам достаточно времени для работы. Мы не могли взять на себя эту работу, поскольку нам выделили слишком мало времени. Для исследования миграции животных и составления каких-либо компетентных заключений нужен хотя бы один годовой цикл. В данном случае нам дали лишь полгода. В дополнение к проведению разных наблюдений на природе, нужно проводить работу с другими организациями, в том числе охотничьими, и составлять карты миграции. У многих видов животных в наших лесах в течение года проходит несколько циклов миграции. У некоторых даже три-четыре раза. У лосей стабильно два раза в год. Если период исследования не покрывает хотя бы один год, то делать какие-то ответственные выводы невозможно. В Европе, в Штатах, в Канаде и так далее, там уже строят скоростные дороги и так далее. Но там места между этими скоростными дорогами больше. А у нас страна очень маленькая. Если вот эти маленькие куски разделять, то звери там не могут, у них нет ареала, где жить на самом деле. В случае с Rail Baltic трасса отрежет всю популяцию Западной Эстонии и островов от популяции остальной части материка. Ведь железную дорогу планируют полностью оградить забором. Это означает, что они не будут скрещиваться, и животные могут начать вымирать, поскольку не будет происходить обмен генами. Отдельная тема это то, что из-за мостов, которых животные могут бояться, могут возникнуть проблемы для людей. Сложившиеся за сотни лет маршруты миграции животных будут нарушены, и животные могут начать бродить в других местах и перебегать шоссе в пунктах, ранее не отмеченных в качестве коридоров миграции. А это может быть опасно для людей. Аргументы у защитников природы не иссякают, но на государственном уровне многие вопросы уже не предполагают компромиссов. Какое техническое решение было бы наилучшим для сохранения миграции животных, и нужно ли полностью ограждать забором трассу на всем протяжении, все это уже неоднократно обсуждалось с различными группами экологов, зоологов и другими заинтересованными лицами. То, что трасса пройдет через Пярну, это уже конечный вариант. И мы подходим здесь к завершающей фазе. Множество предложений и поправок, касающихся окружающей среды, были учтены. Вопрос о том, стоит ли ограждать трассу, кстати, был вынесен на повестку только в Эстонии. В Латвии и Литве это вообще не обсуждается. Мы должны считаться и с тем, что скоростная трасса – это опасный объект. И он опасен не только для животных, но и для людей. Ведь животные представляют риск на железной дороге. Сейчас в процессе обсуждения находится вопрос о том, чтобы снимать заграждение вдоль дороги на время, когда у животных идет миграция. Экологические организации тщетно пытались достучаться до власти мущих, но недавно в дело вмешались общественные лидеры. В администрацию проекта «Рэл Балтик» и политикам в Риге Кугу было направлено открытое письмо протеста от 101 общественного деятеля. И это сработало. 101 общественный деятель обратился к парламенту, и комиссия по окружающей среде созвала все стороны за стол переговоров. Там присутствовали ученые, представители Таллинского порта и Министерство экономики, а также комиссии по окружающей среде. И мы обсуждали все те вопросы, которые зависли сейчас над проектом «Рэл Балтик». И если раньше дискутировали на тему того, нужно ли вообще обсуждать проблемы, связанные с «Рэл Балтик», то сейчас всем уже ясно, что нужно. И мы обсуждаем то, как сделать этот проект лучше. Это большой шаг вперед. Комиссия по окружающей среде будет держать руку на пульсе. И мы обязательно будем собираться для обсуждения «Рэл Балтик» и в следующем году. И проконтролируем, какие были произведены изменения. Итак, Зеленая Эстония требует, чтобы трасса «Рэл Балтик» была проложена по уже функционирующему железнодорожному коридору «Таллин, Тапа, Тарту, Валга, Рига», чтобы не нужно было создавать для нее новую инфраструктуру. Также среди требований Зеленых поднять проблему «Рэл Балтик» в парламенте как вопрос государственной важности. Маршрут «Рэл Балтик» протянется от Пярну до Таллина. И здесь государство никаких дискуссий уже не предлагает. Но по остальным вопросам, с учетом происходящего в парламенте, у представителей экологических организаций еще есть шанс быть услышанными. Ну а мы будем следить за развитием событий. До встречи в следующую среду.